Я всех приветствую, всем хорошей недели, хорошего дня, глава Хараймот. Этот урок начну с истории. Однажды к Гаону из Вильна попал торговец различными мелкими вещами. Ну Гаон его пригласил, накормил, напоил чаем, и торговец, видя, что перед ним великий мудрец, задал ему вопрос. Есть ли у меня Алам Габа, будущий мир? Тогда Гаон спросил его, а ты скажи мне, пожалуйста, что ты делаешь в Алам Газе, в этом мире? Торговец подумал и говорит, ну я вот пытаюсь что-то продавать, езжу из города в город, очень часто у меня ничего не получается, я плохо ем, плохо сплю и молюсь очень редко о изучении Торы, я вообще молчу. Тогда Гаон сказал, посмотри, ты столько трудишься ради этого мира, которого у тебя нету, так какие у тебя могут быть претензии к Алам Габа, к будущему миру, для которого ты вообще ничего не делаешь? Вот эту связь я попытаюсь немножко раскрыть и объяснить. Смерть надавая Вигу стоит перед праздником Йом-Кипур, перед служением первосвященника в храме. И этот день, день искупления является одним из самых важных праздников в году, и он связан с очень многими правилами, законами, ограничениями. И я уже не говорю о временах храма, даже сейчас очень много нужно подготавливаться и перед праздником, и в сам этот день, а во времена храма и подавно. Посмотрите, какая сложная работа была у первосвященника. Сколько раз он менял одежду, окунался в Мику, делал эти все воскурения, делал все жертвоприношения, приближения ко Всевышнему. Некоторые даже очень сложно объяснить логически, об этом скажу чуть-чуть позже. Так вот, смерть сынов Аарона несет какую-то очень важную нагрузку смысловую для нас, если она дана в начале главы перед днем Йом-Кипур. И вспомним, почему погибли надав Иовигу. Как говорят мудлецы, они были пьяны, была неправильная одежда, они были неженаты, они не посоветовались с Маше и с Аароном. Они зашли в святая святых, куда они должны были входить, внесли чуждый огонь, каждый свой, своего рода такое соревнование. Но как нам объясняют мудлецы, что все-таки главная их была цель, это приблизиться к Богу. Они были пьяны вот этой любовью, желанием, они увидели возможность максимально приблизиться ко Всевышнему и не хотели терять эту возможность. Но почему такие люди, как надави и Вигу, это же все-таки сыны Аарона, они обладали колоссальными знаниями, праведники. И Маше говорит, что они выше нас с тобой, Аарон, их души гораздо имеют более высокий корень. Храм осветился их душами. Почему они все-таки это сделали? Штензальц объясняет, что есть такая вот проблема интеграции личности в какой-то процесс. Что с тобой представляет храм? Храм это место, где является видимое присутствие шхины. И туда приходит весь народ для того, чтобы получить ответ какой-то Всевышнего. Приходит каждый со своими какими-то просьбами. Кто-то с радостью хочет принести жертву благодарственную. Кто-то имеет какую-то проблему, кто-то понимает, что ему нужно над собой работать. И приходит туда разрешить этот вопрос. И для человека вход в храм это является чем-то таким особенным. Человек волнуется, сердце вылетает из груди. Вот я недавно был на хупе на свадьбе. И человек, который был женихом, довольно-таки взрослый, мудрый мужчина. И он говорит, я не знал, что делать. У меня сердце вылетает, давление как бы поднимается. Почему? Потому что вот вся эта энергетика вокруг, она для него настолько необычна. Потому что хупа случается, дай бог, раз жизни. И это приносит такие возвышенные чувства, что человек просто не может с ними совладать. Организм не может совладать. И начинает отвечать на деяния, на какие-то действия, волнение души. Так посмотрите, человек приходит в храм. Это то же самое, это величие. Место, где является Всевышний. Это точка. Человек знает, что там есть святая святых. Что там стоит ковчег. Что там есть эти крови. Пускай он этого не видит, но он это знает. И человек настолько воодушевлен, что же происходит с теми людьми, которые работают в этом храме. Это священники и коины. Для них это просто работа. Они же находятся там каждый день, занимаются этой всей работой. И даже когда храм закрывает двери, они остаются там, занимаясь там мясом, поддерживанием жертвенника. Огня на жертвеннике. И очень часто там спят. Для них это просто привычная жизнь. Привычные моменты, которые иногда уже превратились в какую-то своеобразную даже рутину. И вот надавая Вигу, увидев возможность приблизиться ко Всевышнему, они забывают о всех тех частностях, законах, тонкостях, которые они должны соблюдать. Устремляясь вперед к своей гибели. И вот сейчас, перед служением в Йом-Кипур, Всевышний опять вот дает вот это напоминание, насколько важно то, что происходит в храме. Насколько важны эти законы, жизненно важны. Если первосвященнику даже привязывали ногу, да, когда он ходил святая в святых, что если будет что-то пойдет не так, и он там погибнет, чтобы можно было его как-то оттуда достать, потому что туда не может заходить обычный человек, а только лишь первосвященник. Поэтому вот этот вопрос интеграции, он очень важен. Он может быть и положительным, и отрицательным. Но вот примет для лучшего понимания, как Штензальс приводит, это патологоанатом. Он сидит в том месте, где он работает, спокойно пьет чай, какой-то другой человек попав туда, он будет как бы в легком шоке. А этот человек, это его работа, он сидит, ни о чем не думает, ни одна там душевная нотка не колыхается в нем. И примерно это же может происходить и в духовном плане. Посмотрите, вот ковчег завета, да, когда Уза дотронулся, когда царь Давид перевозил ковчег завета, Уза дотронулся и погиб. Почему он это сделал? Да потому что он находился рядом всегда. Он уже не видел этих деталей, да, для него это святость, но многие детали от него отпали, для него это обычная жизнь, да. Филистимляне, когда захватили ковчег, как они к нему относились? С большим трепетом, почтением. Они его хранили в своих самых лучших местах, а потом, когда поняли, что это огромная святость, погрузили его на быков и отправили. Быки привели его как раз туда, куда нужно. Но по пути, что делали люди? Люди, евреи, они заглядывали в этот ковчег. Почему так? Потому что они знают, что это их ковчег. Он был в храме, это их храм, они это понимают. Человек, находясь постоянно в этой среде, он как будто забывает о каких-то тонкостях. Это для него становится привычным. И он может спокойно переступить этот момент. То же самое происходит вот сейчас. Человек попадает там в синагогу, на молитву, на какой-то праздник, на лекцию, какую-то общину. Он смотрит, он воодушевлен, он что-то чувствует, душа у него начинает что-то просыпаться. Он начинает постоянно, слава Богу, приходить. Но потом, не дай Бог, человек начинает привыкать. Почему? Потому что молитвы три раза в день, так они всегда, уже годами. Шаббат, каждую неделю шаббат. Вот, пожалуйста, Тора. И человек может иногда, уже незаметно для себя, опереться на Тору, положить книжку лицом вниз, как-то отнестись к раввину по-другому, начать фамилиальничать и так дальше. Почему? Для человека это стало обыденным, совершенно обыденным. Он это делает просто автоматически, механически. И ничего не колышется в его душе. Вот это очень опасный момент. Вот сейчас об этом предупреждает нас Тора, ставя, смерть надавая Авигу, перед Йом-Кипуром. Нужно сохранять в себе вот эту святость, вот этот трепет и любовь перед Всевышним. И не просто перед абстрактным Всевышним, а перед тем, что Всевышний спустил, дал в этот мир. Точнее, это все его законы. Это его Тора, это его молитвы, все праздники, все, что происходит. Поэтому человек не должен потерять себе вот это чувство, чувство трепета и понимания, что это какая-то тайна, это, честно говоря, чудо, к чему он прикасается. Как есть те, которые и молятся, и учатся, и все делают, и раскачиваются с неистово на молитвах, но в душе их давным-давно все уже умерло. Я ни в коем случае не собираюсь заниматься злословием, но даже я все-таки человек, я могу давать какую-то там оценку происходящему, хотя бы для самого себя. И я вижу некоторых людей, слава Богу, их очень мало, но которые очень злые, хотя с виду религиозные люди. Очень религиозные. А в душе, мне кажется, давным-давно все умерло, и только какой-то маленький там кусочек остался живый. Дай Бог, чтобы этот кусочек, помните, как мы говорили про язву, про живое мясо? Дай Бог, чтобы этот кусочек начал расти, как бы захватил и исправил таких людей. Поэтому мы должны быть очень внимательны к себе, как мы ведем себя со святостью, как мы ведем себя с другими людьми. Потому что оправдать себя очень легко. Этим занимается каждый. А вот сказать себе, что здесь ты был неправ, здесь нужно в чем-то исправиться, это очень тяжелая и трудная работа. Первосвященник мог только один раз в году в Йом-Кипур зайти в святая святых. И Йом-Кипур, как я сказал вначале, обладает очень большими строгостями, правилами, ограничениями. И вот как раз в преддверии этого дан отрывок о смерти надавая Вигу, что в этой точке вхождения в святая святых сходится вся цель, которую Всевышний вот дал. Первосвященник, он переодевается в простые четыре одежды. Почему? Как все, да? Потому что перед Всевышним реально все равны. Та божественная душа, которая есть в нас, мы не можем ни добавить, ни убавить ничего. Это кусочек Бога, который есть в каждом человеке. И когда он заходит туда один в одиночестве, он выглядит как все. Когда он делает там свои специальные действия, они связаны с воскурениями благовониями. А как мы знаем, Альтер-Эбе связывает воскурение благовония, вот этот дым с буквами. Буквы это то, что облекаются слова, а это следствие наших мыслей. Но самое главное, он должен выйти из этой святая святы. Не так, как надавая Вигу, которые зашли там и остались. Это было их страстное желание, они забыли обо всем. А первосвященник должен выйти, одеть свои восемь одежд, четыре из которых являются золотыми, и во всем своем великолепии предстать перед всем народом, передавать дальше то, что желает Всевышний. И это задача человека. У человека есть внутренняя работа. Человек может что-то понимать, соображать, но не делать это, наяву. И это не имеет, честно говоря, смысла. Нужно обязательно проявление действия человека. Вот поэтому у каждого из нас, у нас есть эта святая святых в нашей душе, куда мы должны как бы добраться, зайти, почувствовать эту святость, не потерять трепет и любовь ко Всевышнему. Но самое главное не остаться там, а выйти наружу, выйти наружу и сделать какие-то действия. Соблюдение заповедей. То, что должно проявиться между человеком и человеком. И здесь такое соединение, парадокс недоступного и того, что должен сделать человек. Ведь святая святых, она доступна только лишь первосвященнику. Никто не может туда попасть, даже увидеть не могут люди. Все, кто приходит в храм, они находились во дворе. Дальше вход в сам храм и первая комната, ее даже можно увидеть немножко, но зайти туда нельзя, туда могут зайти только коины. А дальше человек этого даже не видит, он только знает, что это есть. И вот это настоящая вера, абстрактная вера, да? Без нее невозможно. Покажи мне, докажи мне, что есть Бог, что нужно что-то делать, что Он от тебя что-то хочет. Это должно проснуться вот внутри, в этой святая святых, в тайне, в человеческом сердце и разуме. Как говорится у нас, мы говорим это в молитве, после утрининг благословений, это искуяли слова, что человек должен верить в тайне. Почему в тайне? Ну как в тайне, если мы прямо и смело говорим о вере. Потому что та глубина веры каждого человека, она находится в тайне, в его сердце, в его разуме. Вот туда должен человек стремиться зайти, взять эти силы, вот эту веру. Но после этого он должен обязательно выйти. Как и четверо, которые вошли в пардес. Трое не справились с этой задачей, а один вошел с миром и вышел с миром. Раби Акива. Почему говорится, что он вошел с миром? Почему выделяется именно это? Потому что он заходил для того, чтобы выйти. Он получал вот эту тайну, вот это знание для того, чтобы это раскрыть в мире, чтобы изменить себя, изменить окружающий, изменить этот мир. В Йом-Кипун существовало такое мистическое жертвоприношение, жертвоприношение, которое выше, понимание выше, логики. Брали двух одинаковых белых козлов. И первый священник бросал жребий, доставал записку. Один шел в храм, как жертва искупления, а на втором он исповедовался, вкладывая в него все грехи народа Израиля, отправлял его к Азазелю, в спасынным, в пустыню, каменистую. И там этот козел пропадал. Так посмотрите, какая чудо, какая тайна. Само понятие жребия, это на что надеется человек, бросающий жребий? Он надеется на ту высшую силу, которая делает выбор за него. Это как принятие этой тайны. Человек, во-первых, должен принять эту тайну, это то, что все дает Всевышний. Это реально необъяснимо. Даже кажущиеся законы, которые очень хорошо объясняются логически, они являются желанием Всевышнего. Вот это самое первое понимание, что должен понять человек. А потом посмотрите результат. Ведь в любом случае, как бы прерасшедник не вытянул эти записки, в любом случае будет козел, который будет искупать, и тот, который понесет грехи, и где-то исчезнет. Как будто Всевышний говорит, что вот в Рошашана я посмотрю на ваши поступки, мысли, раскаяния, планы, и дам вам какой-то период. Но приходит Йом-Кипур, и Всевышний говорит, я прощаю. Я в любом случае прощаю. Вот в любом случае все будет хорошо. Почему? Потому что пока жив человек, у него есть шанс исправить себя и исправить этот окружающий мир. И два козла, они символизируют как свободу выбора. Они совершенно как бы вроде бы одинаковые. Один уходит к Азазелю и несет на себя грехи. Это как обратная сторона. Это Ситрахра называется. Это потенциальная возможность существования зла, но оно ничего не стоит вообще. Его совершенно нету даже в этом мире. Есть только один путь, правильный выбор. И Всевышний как намекает, я отдал свободу выбора. Но один путь, это будет ошибкой. А вот действительно правильный путь, который ты должен выбрать. Это храм, это Всевышний, это все законы Всевышнего. Да, трудно, да, тяжело. Вот Азазель, Аза и Азазель, это как два ангела, как говорит нам Каббала, которые сказали Всевышнему, мы покажем, как надо выполнять твои законы. И он их спустил в этот мир, и они пали ниже, чем человек. Конечно, потому что здесь трудно. Этот мир диктомии, двойственности, он раздираем противоречиями. Человеку очень трудно. Но с другой стороны, и награда будет самой большой, самой великолепной наградой, которая только может быть. Потому что все здесь создано Всевышним. И поэтому я этот урок и начал историей. Начал историю о этом мире, о будущем мире. И для того, чтобы человек что-то получил, он должен для этого что-то делать. Если он хочет получать в этом мире, он должен делать для этого мира. А если он хочет получить и в будущем мире, он должен делать что-то и для будущего мира. А нет другого пути приблизиться к будущему миру, это как вера во Всевышнего и выполнение его заповедей. И начинается это все глубоко, в душе, в тайне, в святая святых, которые есть в каждом человеке. Спасибо, что слушаете меня. Всем всего хорошего. Делитесь моим уроком, пожалуйста, задавайте вопросы. Всем пока.